ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ Вместе с главой округа в ближайшие полчаса мы обсудим самые важные события и проблемы городской жизни, а также ответим на вопросы жителей. Но вначале давайте посмотрим, каким был прошедший месяц по версии наших корреспондентов. Строим, значит развиваемся. Под таким негласным девизом прошло подписание соглашения о сотрудничестве между главой округа Муром Евгением Рычковым и застройщиком нового микрорайона Юбилейный. Вопрос строительства жилья для работников промышленных предприятий Мурома обсудили заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов, глава округа Муром Евгений Рычков и директора муромских заводов. В этом году администрацию округа планируют ввести в эксплуатацию рекордное количество – 31 тысячу квадратных метров жилья. Тотальная уборка на главных улицах, в парках и дворах домов города стартовала в этом году раньше, чем обычно. Комфортный город – город, который радует глаз. Его улицы и скверы не просто чисто убраны, а благоустроены на радость жителям. Рябиновая аллея на набережной Оке вместе с волонтерами трудились первый заместитель губернатора области Алексей Марченко и глава округа Муром Евгений Рычков. Муромские парки культуры и отдыха будут реконструированы. Такую задачу поставил глава округа Муром Евгений Рычков. Речь идет об их полной модернизации. По задумке, каждый из парков будет специализированным – детским, семейным, спортивным или комбинированного типа. Уникальные радиоприемники образца 1938 года получат все ветераны Мурома и Муромского района к празднику 9 мая. Такой подарок участникам войны сделал Муромский радиозавод и администрация округа Муром. Приятное с полезным. На площади тысячестолетия Мурома теперь работает бесплатный Wi-Fi. Беспроводной интернет-связью горожан обеспечивала компания ТТК. Благодаря договоренности администрации округа Муром, предприятия благоустройства и интернет-провайдера, все горожане получили круглосуточный бесплатный доступ во всемирную сеть. Кубок мэра. 10 лет под флагом юмора. Под таким названием в апреле во дворце тысячестолетия города прошел 20-й открытый фестиваль Муромской лиги клуба веселых и находчивых, в котором приняли участие 10 лучших команд как нашего города, так и Владимирской области. Илья Евгеньевич, вы согласны с нашей трактовкой событий? Ну, конечно, обсуждать мини-журналистов не очень правильно, но, тем не менее, вот здесь не попала Совет Директоров. Он в нашем городе прошел это месяце, решались многие важные вопросы, и можно сказать, что Совет Директоров возродил свою деятельность в нашем городе. Прошел отчет о бюджете за прошлый год, тоже важные события. Но и вообще, в целом, у вас на телеканале гораздо больше событий, чем показано здесь, в этом сюжете, поэтому я думаю, что вы очень качественно и оперативно отражаете жизнь в городе. Апрель – месяц традиционных общегородских субботников, и хотелось бы подвести итог. Все ли поставленные вами задачи перед руководителями муниципальных предприятий сделаны? Ну, в этом году была очень ранняя весна, поэтому очень быстро сошел снег, и, скажем так, вот таким залповым образом весь мусор он вытаил, и все, что за зиму накопилось, было выброшено в снег, все это очутилось на наших газонных улицах. В этом году очень дружно муромляне вышли на субботник. По нашим подсчетам приняли участие 22 тысячи человек за весь месяц. Поэтому всем огромное спасибо, всем муромлянам, за участие в субботнике, за наведение порядка. Нет практически ни одной организации для предприятий, которая бы отказалась от субботника или не навела порядок на своей территории. Но даже вот на этом таком дружном фоне хотелось бы выделить такие предприятия, как завод РИП, Муром Тепловоз, приборостроительный завод Вербовский, Империал или по-старому это рубероидный завод. Они всегда очень качественно выбираются одним из первых. Отделения горской железной дороги в этом году отличились. ДСУ-3 дорожники, отдельное спасибо тепловым сетям, водоканалу, МБУ благоустройства и дорожник-1, это муниципальный дорожник. Вот, пожалуй, на общем положительном фоне уборки в городе эти организации сумели себя проявить дополнительно. Поэтому им дополнительное спасибо за это. Ну а в целом, конечно, город по центральным улицам придем в порядок, это однозначно. От того мусора, что было еще месяц назад, его уже нет. Но, скажем так, по закоулкам, вот я часто проезжаю по выходным, там куда-нибудь зайдешь, спустишься, заглянешь за угол, конечно, там еще надо работать. Буквально в эти выходные я вот спускался в Вовский овраг, у Кулакского парка, там, знаете, там еще лежат газеты советской эпохи. То есть, по-видимому, мусор там накапливался не даже не годами, а может быть даже десятилетиями. Вот, к сожалению, таких уголков в городе много. Поэтому это тоже будем выгребать, вычищать и делать город чистым. Поэтому им было благоустройство, отдельно будем формировать в этом году, скажем так, спецбригаду по зачистке вот таких вот замусоренных территорий. Поэтому будем работу продолжать, будем требовать, чтобы все было в порядке, поэтому город будет чистый. Тема ямочных ремонтов сейчас очень актуальна. И, насколько я знаю, недавно вы высказались очень резко по поводу проезжих частей в нашем городе. Вот на данный момент, что делается с нашими городскими дорогами, в каком они состоянии, чего ожидать? Я поясню, по поводу чего резко высказывался. Это касалось не столько самой проезжей части, работодорожников, сколько уборки как раз. Уборки и дорожного полотна от зимнего мусора, от земли, песка, которые сыпали на дорогу. Все это скопилось у тротуаров, у, скажем так, у бордюров и по центру дороги. Я критиковал спецавта за то, что они почистили территории около бордюров, а вот центр дороги оказался весь в земле. Ну, не надо быть для этого сверххозяйственником, чтобы этого не заметить. Просто нужно выходить из кабинетов и по дорогам проезжать, смотреть. Вот за это, в общем-то, они получили нагоняй. А то, что слишком много находится в кабинетах, они выезжают на улицы. Вторая претензия была по уборке территорий и газонов вдоль дорог. Слишком много мусора. Сейчас они поработали, пока еще недостаточно, но, в принципе, ситуацию, скажем так, поправили. Но и пока не на пятерку. Поэтому контрольных никто не снимает, они должны эту работу до конца довести. Что касается ремонта дорог. Естественно, наши климатические условия плюс технологии, которые мы применяем на дорогах, к сожалению, приводят к тому, что вот каждую весну дороги, они имеют огромное количество ям. Зная все это, мы что предприняли? Во-первых, профилактика. Вот многие улыбаются, видя кирпичи красные, да, в ямах. Но, большому счету, это очень здорово помогает нам сохранять дороги. Плюс к этому, это комфорт для автолюбителей. Лучше, наверное, по кирпичам проехать, чем по яме. Поэтому, да, вот так же многие улыбаются, как вы сейчас, но она оправдывается, эта технология. Она, собственно говоря, очень дешевая и при этом очень качественная. А то, что раньше сыпали щебенку в эти ямы, и посчитайте ее. Пишут там по отчетам, да, в вагон щебенка высыпали. Выспали, не высыпали, не проверишь. Это такая была, по большому счету, для вратства больше, чем для реальной помощи автолюбителям. Поэтому, понимая, что будут ямы на дорогах, 27 декабря того года мы провели конкурс по ямочному ремонту. То есть заранее. И как только наступили нужные погоды, тепло, дорожники уже вышли на ямочный ремонт. Срок 30 мая, он будет закончен к этому времени. Вчера приступили к дорожной разметке. То есть мы в течение мая месяца наведем порядок на дорогах. После этого дорожники приступят уже к ремонту не ямочному, а, скажем так, сплошному. То есть будут улицы ремонтироваться. Продолжим ремонт дворовых территорий, как начали в прошлом году. И вот важно, что мы в этом году еще, я хочу, чтобы мы начали ремонтировать тротуары. Потому что для автолюбителей мы много сейчас делаем, а для пешеходов, к сожалению, многие-многие-многие годы ничего не делалось. Мы ремонтировали там пару тротуаров, и то это было достижение. Но это очень мало. Практически нормальных тротуаров в городе вы не найдете. Они все советских времен. Все изношены, все с ямами, там, кривые. Ходить по ним неудобно. Поэтому в этом году я хочу начать ремонт тротуаров массовых. В нашем диалоге не могу не затронуть тему строительства в Муроме. Как известно, в апреле в наш город приезжал заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов. И вы вместе посетили, наверное, самую большую стройку нашего города. Микрорайон Юбилейный. Каков был итог вашей встречи? Ну, давайте немножко по статистике сначала поговорим. У нас до 2011 года на протяжении нескольких лет в Муроме объем жилья в Вадимово падал. В 2011 году мы ситуацию переломили. И с 2011 года мы каждый год увеличиваем объем в Вадимово жилья. В 2013 году мы ввели 25,5 тысяч квадратных метров жилья. Это рекорд, начиная с 2000 года. То есть, по сути, за 13 лет. На этот год мы ставим план еще более большой. 31 тысяч квадратных метров. Но я напомню, что в 90-е годы у нас при Каурове рекорд был 44 тысячи. Поэтому надо подтягиваться к этим цифрам, если мы хотим, чтобы город развивался. И по большому счету, сейчас можно проехать по разным территориям города и увидеть, что действительно появляются дома, жилые дома. Их просто видно физически. Если раньше строились какие-то коттеджи небольшие, ну так там, по разным частям города, а новостроек-то не было практически. То сейчас уже в каждом микрорайоне видно жилье строится. Это очень важно для города, для его развития. Что касается юбилейного микрорайона, то мы хотим перейти, и сейчас переходим уже не только к точной застройке. Потому что точная застройка, она предполагает, что, во-первых, неудобство для соседей. Но все-таки, если участок небольшой, то соседние дома, они пострадают. Поэтому и для жителей города, и для будущих новоселов, тоже жителей города, лучше строится все комплексно на открытом участке. И качество жилья улучшается, и качество благоустройства. Поэтому мы проехали с медленным точным хвостом, посмотрели юбилейный микрорайон, посмотрели другие территории, которые мы предполагаем под такую вот комплексную застройку. Заехали в детские сады, которыми будут пользоваться будущие жители этих домов. Потому что кроме жилья и прибыли застройщика, меня это волнует, собственно говоря, больше не эти факторы. Меня вообще мало волнует, меня волнует качество проживания жителей, чтобы было куда-то детей привезти в садик, чтобы садики были отремонтированы. По этому застройщикам поставлены условия, что да, вы строите, зарабатываете, но будьте добры, создайте качество инфраструктуру в городе, рядом с вашим жильем. Поэтому проехали по садикам, посмотрели какие ремонты нужны, пристрои, все это обсуждаем, и за строщиком находим общий язык. Когда будет закончено строительство микрорайона Нового? Ну, на самом деле, там очень большая территория. Я надеюсь, что это только начало строительства, да, и оно продолжаться многие годы. Ну, вот сейчас они строят уже такой большой дом, он огромный, там почти 300 квартир. Это следующий год, вот тот дом, и дальше еще такие же дома будут строиться. Поэтому, по большому счету, мы начинаем, скажем так, новый этап развития территории города. В последнее время очень часто на правительственном уровне говорится о предоставлении жилых участков, земельных участков многодетным семьям. И я даже слышала то, что у Владимирской области есть специальная программа. А вот наш Муром входит в нее? Вот по федеральному закону для многодетных семей предусматриваются следующие льготы. Во-первых, бесплатное представление земельного участка, что мы делаем. Во-вторых, бесплатное за счет муниципалитета подключение коммуникаций. Все это есть в каждом городе Владимирской области. Ну, другое дело, что участки, может быть, разные представляются. Кто-то стремился сэкономить на этом, какие-то там на болотах участки давать, как, в общем, неоднократно отмечал губернатор области. Мы в Муром по-другому поступили. Мы решили так. Сама семья многодетная определяет, какой участок она хочет получить, показывает нам это на карте или вот просто на местности. Мы его выделяем. Это самый честный, самый, на мой взгляд, правильный способ выделения земельных участков для многодетных семей. Что касается теперь уже областной инициативы. Это инициатива губернатора области, Светланы Верной Орловой. Она предложила вдобавок к федеральным льготам дополнительные предоставители льготы областные. В чем они заключаются? Во-первых, субсидия в размере 35% от стоимости дома. Плюс сниженная стоимость самого дома. Стоимость 20 тысяч рублей за квадратный метр. Как вы понимаете, это намного ниже рыночной цены. Это себестоимость, по сути, даже в чем-то и ниже. Обеспечивается это за счет того, что область представляет лес производителям бесплатно. Выделяет им лес, они ее получают бесплатно, обрабатывают. И семья уже получает многодетное, по сути, дешевое жилье. Плюс субсидия, плюс материнский капитал. И получается, что действительно они будут в состоянии построиться. Потому что пока главная проблема, участок мы дали, коммуникации подвели, а денег у семьи строится нет. Поэтому они вынуждены продавать участки. Это тоже неплохо. Тут многодетные получают деньги на развитие своей семьи и своих детей. Это неплохо. Но это не самая главная цель программы. Все-таки важнее, если будут дома у семей построены. Поэтому изначально программа областная была рассчитана на две территории. Такие пилотные. Ковровский район и Кольчугинский район. И сейчас мы достигли соглашения, что и округ Муром тоже войдет в эту программу пилотную. И мы тоже, наши милетные семьи, тоже смогут воспользоваться этими льготами. Решение такое достигнуто. Поэтому сейчас мы участок определили. Я его показал, согласовал. И сейчас мы уже на этапе реализации этого проекта. Поэтому к осени, я думаю, как минимум шесть семей получат жилье по этой программе. Я вот слышала еще о реконструкции парков. Вот что планируете? Вы правильно слышали. О чем идет речь? У нас в год четыре парка. Два парка муниципальных остались. Это парк 50-летний советской власти. Так называемый полтинник, как все называем мы его. И бывший парк ЗИО, сейчас он называется официально молодежный. Это муниципальные парки. Кроме того, два парка были отданы давно в частные руки. Окский парк и парк имени Гагарина. Но что касается частных, которые стали частными, по Окскому вопросы, скажем так, отдельно. Парк, в принципе, развивается. Поставлены аттракционы, все развлечения. Хотя, на мой взгляд, конечно, парк превратили не в парк, а исключительно в такую развлекательную зону. Деревья поспиливали, прочие вещи сделали. К сожалению, это уже сейчас сложно обратно вернуть. Деревья все спилены, поэтому с дирекцией парка мы обсуждали этот вопрос. Они сейчас насаждение зеленое восстанавливают, уже посадили часть. Но пройдет немало времени, прежде чем парк снова будет зеленым и будет нравиться горожанам. Но в любом случае, Окский парк, он развивается, он живет, он существует. Что касается парка имени Гагарина. Вот здесь практически его уничтожили. О нем и раньше не заботились. А как отдали в частные руки, практически его свели до территории, на которой гаражи застраиваются уже. Там какие-то элементы бомжи и все прочее. А салли элементы там постоянно находятся. То есть парка просто не существует. Хотя это очень хорошее место для детей. Очень удобное. Оно немножко в стороне дорог, в центре города. Поэтому я дал команду парк обратно забрать муниципальное ведение. Сейчас мы предпринимателю предложили сделать это в добровольном порядке, по соглашению. Если откажется, соответственно, через суд заберем этот парк. И сделаем там, я предлагаю сделать там парк для самых маленьких жителей города, для детей до 7 лет. Сделать такой специализированный парк. Чтобы удобно было допрехать с колясками, погулять. Чтобы все было безопасно, огорожена территория. Плюс благоустройство подходов к парку. В общем, значит, это сделать парк образцово-показательным. Для области, может быть, даже. Что касается муниципальных парков. Вот здесь проще юридически. Мы сейчас уже, скажем так, обозначили всем проектантам парков. И в Москве, и в Нижнем, и в Владимире, и всех, кто мурами может им заниматься. Сейчас мы разрабатываем предпроектную концепцию. То есть видение, что, где, как надо сделать. После этого мы все это обликуем. Вас попросим подключиться. Чтобы все жители имели возможность ознакомиться с тем, что в этих парках можно сделать. Дали свои предложения. Как они это видят. Что хотят увидеть жители. Допустим, пожилые люди. Спортсмены. Семьи с детьми. То есть мы это все вынесем на широкое обсуждение. После этого итоги подведем. Разработаем проект. И реализуем. То есть муромские парки, по сути, мы их возвращаем жителям. Возвращаем как юридически, да, отбирая их у участников. Так возвращаем их путем того, что они становятся и станут, уверен, любимым местом отдыха для всех муромлян. Поэтому я всех призываю подключаться к этой работе. Ну, это не работа, наверное, даже может быть в чем-то и, скажем так, проявлении своей гражданской позиции. Посмотреть, что сделать в парках. Какими они должны быть. Мы их сделаем, ну, лучшими в области. Я могу, в смысле, пообещать даже. Вести о решении создать муромский футбольный клуб, мол, не облетела наш город. Хотелось бы узнать, кто будет возглавлять этот клуб. Почему было принято именно такое решение? Вы знаете, вот у нас попробовать догадаться, какой вид спорта самый массовый в Муроме на сегодняшний день. Вы не догадаетесь. Плавание. Плавание. Вы, наверное, знали, да, видите, статистику. На самом деле, плавание сейчас самый массовый вид спорта. Поэтому в прошлом году мы сделали бассейн на Вербовском. В этом году перейдем в энергию и будем бассейн наши содержать в нормальном состоянии, чтобы им было удобно и комфортно пользоваться. Футбол у нас пока на второй позиции по массовости. Но мы все прекрасно понимаем, что потенциально футбол – это самый массовый вид спорта. Самый массовый, самый доступный, самый привлекательный. Для всех возрастов, для всех, скажем так, людей с радой физической формой. Сам я легкоатлет. Я футболом не занимался. Естественно, я легкоатлетикой бег ближе. Но я понимаю, что футбол – это основа для возрождения массового спорта. Поэтому было принято решение возродить футбольный клуб, то есть сборную города, взрослую, которая может представлять наш город на областном, но может быть даже и в дальнейшем, и на более высоком уровне. Пока на областном. Мы уже примем участие в чемпионате области. Это договоренность достигнуто. Я напомню, что в свое время наши команды, заводские команды, это команда РИПа, радиозавода, других предприятий, они почти 20 с лишним лет никому другому в области не позволяли выиграть чемпионат области. Были самые сильные клубы. И муромский футбол, он всегда считался самым сильным. Не случайно наш второй олимпийский чемпион, чемпион олимпийских игр в Сеуле по футболу, Виктор Лосев. В 2000-х годах в начале команда Локомотив, железная дорога, скажем так, немножко тут блеснула, но, к сожалению, давно уже этой команды нет. Поэтому получается, что у нас нет нашей сборной по футболу. Она должна быть. Потому что без достижений, скажем так, спортивных, больших, не будет массового спорта. Это аксиома. И наоборот, без массового спорта не получится достичь больших результатов. Поэтому подписана программа по развитию футбола в округе Муром. Она состоит в том числе из возрождения футбольного клуба, что уже сейчас происходит, сборной города. И, скажем так, менее заметная вершинка айсберга, наоборот, основание айсберга, это возрождение дворового, детского, подросткового футбола. Вот это тоже часть программы. Мы в каждом микрорайоне возродим детский футбольный клуб, скажем так, да, сборного микрорайона. Это было в советское время. Я помню, что все дети не за компьютером сидели, не перед телевизором, а выбегали во двор и занимались спортом. Летом футболом, зимой коньками, хоккеем. Вот это нужно возродить. Понятно, что сейчас больше развлечений, и компьютер отвлекает детей. Но и мы не предлагаем ничего с своей стороны, того, что могло бы их отвлечь. Поэтому футбол – это основа для возрождения массового спорта в городе. Во-первых, клуб по микрорайонам для детей и подростков, а на вершине – это сборная города. Плюс у нас есть четыре футбольные секции, направления в спортивных школах. Это тоже будет задействовано. Поэтому выстроим от массового спорта до спортивных достижений. Всю систему. Евгений Евгеньевич, слышала, что у вас появился личный сайт. Для чего, зачем? Или это просто дань моде? Ну, на самом деле, мы с вами обсуждали все проблемы, которые сейчас о парках говорили, о футболе, о других проблемах в городе. Конечно, есть муниципальный контроль. И я на своем компьютере каждый день в обед получаю данные по буквально сотням проблем, которые контроль замечает по городу. И мы их решаем. Они разные, от маленьких до крупных. Соответственно, решение тоже, оно бывает разное. Но мы, я каждый день знаю о проблемах в городе. И, наверное, больше, чем то бы то ни было. Но в любом случае есть масса вопросов, которые скользают от мнений, от видений специалистов администрации. И мне хотелось бы, чтобы на эти проблемы обязательно обращали внимание жители. Подсказывали, давали советы, жаловались, критиковали. Потому что это путь к развитию. Интернет в этом смысле. Это самая удобная форма. Позвонить, конечно, можно, написать письмо. Но это, к сожалению, долго и неудобно. Интернет позволяет вести диалог практически со всем городом. И при этом это никого не напрягает, это никому не сложно. И плюс, вот специально на сайте я просил, чтобы было анонимное обращение. То зачастую люди стесняются, да, представятся, стесняются указать свои данные. Ничего страшного. Анонимно сообщили о проблеме. Главное, чтобы было все решено. А не там, не сам вот, не персональные данные обратившегося. Плюс к этому, интернет, это, скажем так, очень хорошая площадка для того, чтобы создать и заинтересовать всех единомышленников в городе. Для того, чтобы город делать лучше. Кроме прощения проблемам, мне хочется, чтобы все, кто знает, как сделать жизнь в городе лучше, имели возможность предложить свои проекты. Самые разные проекты, разной степени проработки. От самых маленьких до глобальных. Все это мы будем обязательно выносить на обсуждение, утверждать, потом реализовывать вместе. Поэтому сайт в данном случае, это, скажем так, такая хорошая современная форма для диалога. То есть любой житель нашего города может вам написать туда? Да, конечно. Скажите тогда адрес вашего сайта. Очень простой, русскими буквами, Евгений Рычков, точка РФ. Русские буквы. Евгений Евгеньевич, вопросы мои на этом закончились. Диалог с вами готовы продолжить, муромляне. Наша съемочная группа работала на улицах города, где каждый мог задать вам вопрос. Давайте посмотрим, что же сегодня волнует наших жителей. Да, давайте хорошо. Соколова Тамара Сергеевна, житель города Мурома. Улица Машинистов, 36Б, квартира 13. Уважаемый Евгений Евгеньевич, когда у нас будет тепло, когда у нас будут горячие батареи? В соседнем доме, 36А, уже тепло сделали. Они вас благодарили через газету. Совсем не топят. Стена сырая, все обои отстали. Потолок черный. У нас край и верх, куда мы только не жаловались. По этому вопросу, ситуация любопытная. Два дома. Машинист 36А и 36Б. Буквально еще полтора года назад жители дома Машинист 36А обращались ко мне и говорили, посмотрите, как хорошо топится 36Б. И приводили его в пример. У них было хуже, на самом деле хуже отопление. Поэтому были приведены все необходимые работы, и управляющие компании, и тепловыми сетями. И сегодня действительно 36А дом, он стал топиться лучше, чем 36Б. То есть такой вот парадокс возник. И жалоба понятна. Собственно говоря, это не всего дом касается, а одного стояка. Поэтому в этом году, летом, все это будет устранено, и дом будет нормально отапливаться. Вообще у нас очень много домов, мы уже почти 50 домов сделали двойной ввод в дома. То есть невозможно нормально отапливать, когда только одна труба подходит, и вода горячая долго сливается, потому что она просто не имеет закольцовки, отопление страдает. Это были такие изначально заложенные, конструктивные недостатки. Вот тепловые сети огромный объем работ сделали, и мы это вот продолжаем. Поэтому мы про сайт с вами говорили, вот все эти жалобы, да, их обязательно нужно написать, и мы обязательно будем по ним работать. Поэтому по этому дому конкретно этим летом проблема будет устранена. Замечательно. Следующий. Региональное общественное объединение «Трезвый город». Вот такой вопрос есть. Сейчас принято постановление, конкретно в Муроме, 25 метров от образовательных учреждений, нельзя продавать алкоголь. У меня по этому поводу такой вопрос. Возможно ли увеличение этого расстояния, и как мы можем поспособствовать этому? Действительно, моим постановлением ограничена продажа алкоголя в районе 25 метров от детских обладательных учреждений нашего города и 15 метров от медицинских учреждений. Собственно говоря, это расстояние можно подкорректировать в любой момент моим постановлением. Можно сделать 50 метров, 150 метров. Но проблема в чем заключается? Мы когда нарисовали круги вокруг каждого учреждения, и получается, что мы уже очень много магазинов и точек ограничили в продаже алкоголя. Если мы сделаем, допустим, 100 метров, то перекроется практически весь город. Вот лично я вообще не употребляю алкоголь. Поэтому мог бы быть почетным членом организации «Трезвый муром». Но я при этом прекрасно понимаю, что нельзя принимать такие неподготовленные решения. Поэтому сейчас я вел 25 метров. Будем готовить предпринимателей к тому, что будем постоянно территорию увеличивать, чтобы они могли выносить свои точки за пределы города, может быть, или в отдельные стоящие магазины. То есть надо, чтобы жителям было удобно. Нельзя просто махнуть шашкой и все закрыть. И предприниматели должны подготовиться, и жители должны эту позицию одобрять. Здесь нельзя навязывать никому ничего. Поэтому то, что мы будем стремиться к здоровому образу жизни, будем всячески это поощрять, это однозначно. Следующий наш вопрос от жителей. Меня интересует, когда будут сделаны нормальные дороги, тротуарные. Потому что с коляской, допустим, ездить вообще невозможно, особенно в дворах. Скажите, может быть, вас какой-то район конкретно интересует? Воровского улица. Улица Воровского. Да, вот она начинается вот здесь. Но вот меня интересует, допустим, где вот около Тибора. Мы уже обсуждали эту проблему. Абсолютно правильно поставлен вопрос. С 30 мая мы заканчиваем ямочный ремонт, переходим на дороги и переходим на тротуары. Начинаем ремонт тротуаров с тех, которые в самом плохом состоянии. Это будет справедливо. И переходим на тротуары, которые уже, скажем так, менее плохие. Но тротуары в этом году мы начнем ремонтировать. Но я вот даже не могу назвать, сколько там, десятилетий их не ремонтировали. Поэтому по всему городу тротуары в плохом состоянии. И в этом году мы начинаем, наконец, их ремонтировать. Следующий вопрос. Белла Михайловна, с улицы Оксского съезда хочу задать Евгению Евгеньевичу вопрос. Когда будет гаософицирована улица Оксский съезд? Ну, улица небольшая. Там в большом еще несколько домов. Хотя и в центре города. Причем жилых домов там еще меньше. Там 27 квартир. А проживает там, на самом деле, буквально два дома жилых. Поэтому вопрос такой непростой. Такая перспектива этой улицы. Часть жителей хочет переехать, чтобы их расселили. Для понимания, эта улица параллельно Оксскому парку. И, собственно говоря, возможно, мы поступим таким образом, что в дальнейшем эту улицу расселим, а парк расширим. Что касается газификации, то сейчас находится на экспертизе документ по газификации Муромского Исторо-Художественного музея. Собственно говоря, после экспертизы можно будет приступать уже к подведению магистрального газопровода. И размещению ШРП. У нас и рынок будет строиться. Им потребуется газ и музей. И, собственно говоря, мы получим возможность газификации улицы Окской. Поэтому жителям нужно будет нам эту работу провести, собраться, обсудить, какие перспективы. Либо они остаются и проживают на этой улице, и мы газ подводим. Либо, собственно говоря, они будут рассчитывать на переезд. Но это будет зависеть уже от их позиции. И следующий вопрос. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Меня зовут Мария. Мы вот с моей дочкой являемся жителями дома номер 21 по улице Воровского. У нас к вам такой вопрос. Наш дом, ему уже более 100 лет. У нас ни капитального ремонта, ни крыши никакого, ни текущего ремонта давным-давно не производилось. Жить там представляет, особенно для ребенка, опасным. Вот хотелось бы задать вопрос. Какие меры будут приняты по нашему дому? Либо вопрос о сносе жилья, либо о проведении капитального ремонта. Ну, я думаю, нужно будет нам от заявительности получить, от девушки получить заявление в администрацию с тем, чтобы могла выехать комиссия, осмотреть дом и, соответственно, принять решение, является ли он ремонтопригодным, либо он непригодный на проживание и подлежит сносу. Поэтому я просил бы вас контакты мне передать. После передачи мы свяжемся, предложим написать заявление и, собственно говоря, в ближайшую неделю комиссия выйдет и дом обследует. Евгений Евгеньевич, спасибо большое за ответы. Я надеюсь, что мы встретимся ровно через месяц, продолжим диалог и подведем итоги мая. Спасибо. Всего доброго. Напоминаю, что любой житель нашего города может задать главе Мурома Евгению Евгеньевичу Рычкову свой вопрос. Следите за анонсами. А это была программа «Диалог с главой» и я ее автор-ведущая Кристина Песоцкая. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok